Видео о Хабаровском крае набирают первые просмотры, лайки и комментарии в социальной сети Китая Дуинь. Мессенджер является аналогом некогда популярного в России тиктока. Теперь аккаунты информационно-туристского центра региона есть в четырех самых популярных социальных сетях КНР. Работа над их созданием велась с марта. В некоторых аккаунтах в силу внутренней политики компании верификация шла полтора месяца. Китайской стороне нужно было понять, что аккаунт не фейк. Весь контент, фото, видео и текст переведен на китайский язык и специально адаптирован под менталитет. А именно они смотрят не только какую-то одну соцсеть, а проверяют разные, чтобы удостовериться в предлагаемой информации. Мы выбрали четыре соцсети для того, чтобы, во-первых, увеличить охват и привлечь максимальное количество аудитории. В социальных сетях публикуется информация о главных достопримечательностях – кухни, гостиницах края. В проект вовлечены хабаровские турагентства. В аккаунтах представлены туры и экскурсии, которые предлагают компании. Чтобы завлечь китайского туриста, турагентства ставят на природу, еду, рыбалку и экстремальный отдых. Вот это вот, видите, у нас тут Шантарские острова, например. Озеро Дусе-Алини. Вот если кто-то хочет туда отправиться. Здесь можно пройти по QR-коду и оставить заявку на тур. Мы думаем, что китайских наших туристов будет привлекать хорошая рыбалка на море, хороший отдых в тайге. То есть то, чего не хватает такому мегаполисному Китаю. На огромный поток туристов, привлеченных в социальных сетях, туроператоры региона этим летом не рассчитывают. А вот уже к следующему сезону компании готовы принимать туристов. Туристические аккаунты Хабаровского края гостям из Китая представят на втором всероссийском форуме «Открой Дальний Восток», который состоится с 23 по 26 августа. Арина Солдатенкова для Большого Города.